Единственные, кому улыбнулась удача. Так о самих себе отзываются представители поискового отряда «Обелиск». Им удалось достать из-под земли первую значимую деталь военного самолёта, который нашли ещё семь лет назад в Ельнинском районе. Подробнее о находке в нашем следующем сюжете. Когда достали из четырёхметровой ямы большую деталь, не поверили своему счастью. До них на объекте трудились несколько поисковых организаций, но тщетно. Болотистая местность лишала поисковиков возможности довести дело до конца. Член московского поискового отряда «Вымпел» Игорь Михайлюк, который трудился на объекте все эти годы, обратился за помощью к десногорцам. Мероприятие, конечно, серьёзное, потому что мы знали раньше из рассказа Игоря, что пытались поднять, невозможно, песок плывёт, очень тяжело, надо работать помпами постоянно и постоянно без остановки работать на лопатах. Грунт выбрасывать нужно. Трактор туда не загонишь, потому что очень далеко и дорогостоящее мероприятие, скажем так. Авиапоиск требует систематического, грамотного подхода. Любая найденная подписная деталь, личная вещь, требует дополнительных доказательств. К тому же, чтобы поднять тяжеловесную боевую машину из-под земли, затрачиваются колоссальные физические силы. Поэтому, чтобы объявить об успешном завершении поисков, порой требуются годы. Двигатель, который удалось достать на поверхность, стал прорывным шагом к окончанию истории, длившейся долгих семь лет. «Нам нужны были любые фрагменты двигателя. Любые. Потому что сверху всё собрали. Ничего номерного нам не попалось. Были останки экипажа. Ями была часть останков лётчика». По номеру двигателя удалось установить самолёт и узнать всё о погибших лётчиках. Вместе с военным кораблём в 1941 году не вернулись с боевого задания два члена экипажа. Родственники одного из лётчиков, Михаила Пузырёва, уже найдены. Весть о погибшем получила внучка героя.